Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visitasam.ru И давайте в этом видео я расскажу коротко и по существу о новых правилах въезда россиян в Россию и иностранцев 7 июля 2021 года Прежде чем смотреть это видео, обязательно подпишитесь на наш канал Так как здесь я даю самую полную информацию, все последние новости об открытии границ ПЦР-тестах и других важных вещах для туристов, так как они очень часто меняются Например, предыдущий изменение было 1 мая, 7 июля опять изменение Теперь ПЦР-тест в Россию после возвращения из зарубежных поездок Гражданам России нужно сдать всего лишь один, как и было раньше, до 1 мая То есть в течение 72 часов они должны сдать этот ПЦР-тест и загрузить его на сайт госуслуг Вот смотрите, официально до загрузки ПЦР-теста, получения его результатов, нужно соблюдать режим самоизоляции Вот смотрите, единственное, что сейчас, какие изменения произошли по сравнению со старыми указами до 1 мая Сейчас все, кто приезжают в Россию, то есть без разницы Допустим, на самолете вы прилетаете, на поезде приезжаете, на машине Все должны сдавать ПЦР-тест Кроме одной страны из Абхазии, может быть, всяких ПЦР-тестов приезжает Также важный момент, вот не должны сдавать ПЦР-тест Те, кто переболел за последние 6 месяцев коронавирусом И те, кто прошли полный курс вакцинации российскими прививками Очень важный момент, все эти данные должны быть загружены на сайт госуслуг То есть, допустим, я там болел, но я ничего не загружал, нет официально на этой госуслуги Хотя у меня прошло больше 6 месяцев То есть, вот если вы просто болели, даже если вы сделали ПЦР-тест, он там положительный Но ничего на госуслуги не загружали, из поликлиники вас нету, то вам нужно будет выдавать тест То же самое, все эти данные о вакцинации обязательно должны быть на госуслугах Но их, в принципе, все лечебные учреждения туда пополняют Конечно же, после 1 мая раздалась волна критики, что вы сами не верите в свою вакцину Раз даже вакцинированную заставляете сдавать ПЦР-тесты Люди поняли, что это как-то не политкорректно Что свою вакцину даже не признают И вот как раз вообще с 7 июля отменили для всех вакцинированных Те, кто вакцинировался за последние 12 месяцев Если у вас есть об этом отметка в госуслугах Все официально, вы можете не сдавать ПЦР-тест по возвращению в Россию Ну, вот из-за границы такое требование Скажем так, упростили, зато усложнили по России Во многие регионы сейчас нужно либо отрицательный ПЦР-тест Либо справка о прививках, о прохождении полного курса вакцинации Например, с 1 июля курорта Краснодарского края Все отели Важный момент, именно отели, гостевые дома То есть пансионаты, санатории То есть официальные места для отдыха Ввели правило, что туристы, даже россияне В свою страну должны приезжать с ПЦР-тестом отрицателем С 1 августа вообще хотят сделать, что только вакцинированный Хотя уже куча, например, негативных мнений об этом И, возможно, это пересмотрят и также разрешат с ПЦР-тестом Но вот важный момент, например Если вы едете в гости к знакомым Пока, опять я говорю, пока Правило очень часто может меняться Вот под этим видео есть ссылочки на все актуальные правила въезда в Россию россиян Иностранцев, правила проезда россиян по России Так что обязательно посмотрите Так как YouTube не дает мне перезаписать видео Вот что-то изменится, какой-то пунктик А он мне даже сюда не даст вставить, изменить информацию Ну так вот Если вы проезжаете через курорты Сочи и Краснодарского края просто проездом Допустим, ездите в Абхазию В которой, кстати, ПЦР-тест не нуждало И вам не нужно его делать Также, если вы едете к знакомым, к родственникам Если вдруг кто-то вас просто поселит там нелегально, неофициально Просто вы снимите квартиру То он также не нужен, ПЦР-тест Вот такой вот интересный правил И многие регионы России ввели тоже обязательно правила ПЦР-теста А, например, власти Москвы даже пошли дальше И ввели обязательный QR-код для вакцинированных Либо тех, кто переболел Который нужен даже просто, чтобы сходить в кафе Ну, конечно же Еще есть возможность Но у нас же нет и офицера принудительной вакцинации Что можно сделать ПЦР-тест в течение 72 часов и пойти в кафе Ну, не будет же человек сделать для похода в кафе ПЦР-тест Таким образом, либо надо сделать прививку Либо официально подтвердить, что вы переболели Такие вот правила для россиян Они достаточно серьезно изменились за последнее лето Такие правила для иностранцев А для иностранцев особо ничего не поменяли То есть тем иностранцам, которым разрешено приезжать в Россию Напомню, разрешено приезжать в Россию Прилетать тем иностранцам Со теми из тех стран, с которыми официально открыли авиасообщение Их полный список Можете также посмотреть по ссылочке внизу этого видео Вот им официально разрешено прилетать в Россию Они должны сдать ПЦР-тест в своей стране Обязательно до прилета в Россию В России Они сдать его не могут без него Их не пустят просто на границе На английском Тест должен быть сделан на английском или на русском языке За 72 часа до прилета в Россию Допустим, приезжать по земле без веских причин им нельзя Например, то есть гражданам Казахстана прилетать можно По сухопутной границе приезжать нельзя Если у них нет веских причин Веские причины Опять это уход Лечение за больными Уход за близкими родственниками Лечение в России Учеба Ну еще есть там, например, профессиональные спортсмены Можно приезжать Есть там список и категория граждан Кому можно приезжать Можете посмотреть по ссылочке под этим видео Там подробно в нюансах это расписано Вот Единственное, можно открыто железнодорожное сообщение с Белоруссией Абхазом Как будто это такая же страна То есть ничего не нужно дополнительно Чтобы приехать в Россию Они также могут спокойно По автомобильной границе Приехать в Россию Но ПЦР-тесты Сдавать обязаны все То есть Неважно, каким видом транспорта вы приезжаете За 72 часа до прилета в Россию Это обязательное правило Вот такие правила Если честно, они мне самому особо не нравятся Все эти ограничения Запреты Что они постоянно меняются Я лишь стараюсь дать вам информацию Что в очередной раз Такие правила ввели официальные российские власти Власти других стран Если вам понравилось это видео, ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал И до встречи в следующих видео Пока-пока С вами был Борис Соколов Сайт Висса.ру